74 миллиона тенге за разработку промышленных образцов продукции и выход ее на производство. 22 миллиона за обоснованную научную концепцию. Гранты в таких размерах планируют предоставить правительство отечественным инноваторам в этом году по программе коммерциализации технологий. Прием заявок начался уже сегодня. Внимание! Розыск Центр коммерциализации технологий ищет инновационные научные проекты, которые хорошо обоснованы и которые можно запустить в производство и в будущем вернуть государственные деньги в виде прибыли. В стране сегодня стартовала программа грантов на коммерциализацию технологий. Наши гранты направлены конкретно уже на внедрение новых технологий. Если раньше поддерживались проекты научно-исследовательского характера, то сейчас уже у нас будет обеспечена поддержка уже тем научным разработкам, которых уже нужно вывести на рынок. Количество грантов ограничено. 6 грантов по 74 миллиона тенге на разработку промышленных образцов и запуск в производство. И еще 6 по 22 миллиона на обоснование концепции. Поэтому на первом этапе организаторы конкурса ждут от инноваторов емкие, но краткие заявки, в которых подтверждается жизнеспособность проектов и их коммерческий потенциал. Красноречие и детальный рассказ понадобятся только тем, кто пройдет во второй этап. Бумажную волокиту на конкурсе постарались свести к минимуму. Заявки принимаются с сегодняшнего дня до 10 февраля. Отбирать самые перспективные проекты будут эксперты отечественные и международные. Мы будем акцентировать внимание не только на научно-технические возможности проектов, но и коммерческий потенциал. Сможет ли продукция потом конкурировать? И не только на казахстанском рынке, но и за рубежом. И мы же будем обучать обладателей грантов в работе с инвесторами и в целом сопровождать производство. Поддержка инновационных научных и производственных идей в нашей стране осуществляется не первый год. И суммы на это выделяются внушительные, и отбор жесткий, но механизм работает. Благодаря этому ученые Национального центра биотехнологий смогли запустить тест-систему, которая всего лишь на основе слюны, как материала ДНК, определяет индивидуальную дозу лекарства для каждого пациента. Заказ на этот продукт уже разместил Национальный кардиохирургический центр. Сейчас авторы ищут инвесторов для выхода на зарубежные рынки. Один и тот же препарат, кому-то нормально. Даже тот же аспирин, вы принимаете в одной семье, у вашей мамы это нормально, папа принимает, ему вообще ничего не оказывает, ребенок принимает, ему плохо. В таких случаях необходимо подбирать, во-первых, дозировку индивидуальную, и второй случай, когда используется фармакогенолог, в принципе, подходит ли вам тот или иной препарат. Различие между прежними программами финансирования инновационных разработок и нынешнего конкурса в том, что теперь учитываться будет не только научная новизна проекта, но и его выгодность с точки зрения окупаемости. Асула Кусайинова, Назирке Абдрахмангызы, Бахтия Рызаев, Астана.